Сегодня я специально взяла выходной, чтобы провести день в Юрмале, потому что погода шепчет. Невозможно было просто не взять один день в рабочее время, чтобы не насладиться этим летом, которое в мае так резко наступило. В общем, начинаем день, конечно же, с завтрака. Пирожок с мясом и пирожок с тунцом. Лимончик еще здесь. Так красиво. Не хватило мне кофе, поэтому я взяла еще одну чашку, но уже с собой. Если что, заберу с собой, если не допью еще пока гуляю. В таком красивом стаканчике. Вообще здесь чудесно, просто в тени столики. Это место называется Раушу Фабрика. Она с 2000 года в Булдуре открыта. Я потом подсниму внутри. Там еще очень большой выбор пирожных и булочек. И сейчас летом небольшая терраска. Буквально три столика, но здесь такой хороший навес. И когда пекло, как сейчас, приятно здесь тень. И когда дождик. В общем, такое место хорошее. Простое, простая выпечка, но очень вкусно. И здесь прям нон-стоп. Все время кто-то заходит, берет с собой. Ну, еще со стороны покажу это кафе. Такой милый домик с башенкой деревянной. И слева находится еще продуктовый магазин. Тоже наверху башенка. Юрмальские зарисовки. Утро в Юрмале. Очень хорошо позавтракали. В тени прям суперкомфортно. Юрмала, как всегда, цветет и пахнет. О, кстати, красивый куст. Рододендронов. Я тут в видео про рододендр, говорила рододендроны. Что-то на меня, видимо, нашло. Рододендроны красивые-красивые. Шикарные. Так, ну а я иду не на пляж. Я иду в бассейн. Вот в гостиницу Льелупе. Напротив меня здесь гостиница сейчас будет высокая. У меня оттуда уже были видео. Но это моя программа каждый год. Один раз провести денечек у бассейна открытого. Недавно у меня, кстати, было видео из гостиницы. Я здесь ночевала. По-моему, 1 апреля. Это пасхальные выходные были. В плейлисте Юрмала есть видео о том, как в гостинице внутри, какой там спа, какой завтрак. В общем, как обычно, как я делаю обзоры из гостиниц. А сегодня будем наслаждаться летом возле открытого бассейна. Вот он как раз справа. Сегодня здесь проходит какая-то конференция. Много людей. Не знаю, что тут они делают. В общем, конференция какая-то. Сейчас возьму полотенце и пойду лежать у бассейна. Конечно, это платная услуга. 20 евро сейчас стоит. Несколько часов пролежать вот так у открытого бассейна. Но это того стоит. Зона с шезлонгами. Народу еще не так много. Не сезон. Поэтому я думаю, что они еще разрешают вот так не гостям здесь находиться. Но вот сейчас в мае еще можно. Хотя в мае. Конец мая уже. У меня с собой обязательно вода. SPF у меня сейчас тоже достану. Книжка. И клубнику еще заехала в Риме. Купила клубнику. Книгу начинаю новую. Агата Кристи брала недавно. На обмен книгами ходила. Кстати, нас предупредили, что здесь идет какой-то ремонт фасада у гостиницы. Видите, все огорожено. Могут быть звуки. Я так понимаю, что вот речь идет о вот этих двух балконах. Захватила в Риме вот такую польскую клубнику. Красивая, очень красная. И, кстати, неплохая такая. Не сказать, что прям сахар. Но нормально освежает. И персики тоже взяла на перекус. Отлично. Спасибо. ну что где-то три часа возле бассейна еще сходила в закрытый бассейн в спане надолго искупаться и заслуженный обед скажем так в любимом кафе choice в булдере сегодня у меня куриная котлета с картошечкой и винегрет начала читать вот эту книжку агата кристи 10 негритят очень легенько читается супер легко кстати написана она в тридцать девятом году и есть предисловие в начале от самой агаты кристи о том как сложно она ей далась как сложно ее было написать но в итоге супер хорошие отзывы были как от читателей так и от критиков так что все старания не зря чем быстрая пробежка по магазинам после юрмала как всегда заехала в торговый центр с пиццем потому что мы по дороге каждый раз сюда заезжаю по пути в общем забежала в магазин резервт завтра я иду на концерт опять кстати в юрмале в концертном зале дзинтере будет открытие сезона летнего и в принципе у меня есть идея то что я надену из того что мне имеется в гардеробе но я все-таки забежала посмотреть вдруг что-нибудь найду для концерта для летнего погода у нас сейчас такая что днем супер жарко а вечером начинается гроза и ливень и сразу становится прохладно и завтра как раз концерт 8 часов вечера так что это уже будет не совсем жара будет такое мне кажется если не будет дождя слава богу ну такой прохладный вечер наверное летний будет градусов 20 красная сумочка какая-то новая сейчас довольно актуально вот такие малышки именно красные как акцентная деталь например какому-то серому аутфиту очень классно разбавляют либо сумочка либо балетки красная если бы был очень жаркий летний вечер я бы хотела какой-то конечно платьица надеть тоже что-то новое не помню таких платье с валаном но скорее всего я надену это у меня от бассейна осталось штучка фиолетовая на руке наверное так как вечер не будет очень жарким надену брюки и какой-нибудь жакет кардиганчик что-нибудь такое новые пляжные курортные платья длинные прозрачные скажем так с открытой спиной это на купальник очень классно надевать 40 евро супер яркий укороченный топ и такой же расцветки широкая юбка конечно вау как ярко 30 евро топ и юбка 40 вообще костюмы это конечно супер удобно сейчас их так много в магазинах просто надеть под низ белую майку и пожалуйста рубашка красивого синего цвета на камере немножко искажается в желтой и шорты с поясом уже с коричневым единственное что я решила примерить это вот такое красное но в жизни более красная красивая чем на камеры на камеру на какой-то оранжевая вот такой вот платье практически макси длины без каких-либо разрезов очень гладкая по фигуре мне кажется она неплохо сидит в принципе гладкая гладкая очень приятная ткань это полиэстер не знаю надела бы я его на концерт в принципе наверное да единственно здесь вот эти поролоновые плечи так в целом мне кажется очень даже неплохо мне почему-то казалось что это ткань совсем тонкая она очень красиво так как так что у нас по цене тридцать шесть евро но по цене получается до тридцать шесть примеряла его вот с такими босоножками на небольшом каблучки кстати очень-очень удобно и сразу как будто рост придает хоть и каблук маленький так что у нас здесь по и всего 23 евро вообще адекватнейшая цена зашла время взять еще вот этой клубники которые я брала в юрмалу оказалась очень даже неплохая за евро 85 полкило в итоге набрала естественно целую корзину продуктов взяла овсяное молоко сыр авокадо хлеб творог рикотто еще вот такие мюсли мне понравились очень хороший состав можно с йогуртом или с молоком тут всякие орешки семечки куркума мед по моему тоже есть в общем отличный состав мне показалось разные разные тут полезные штуки попробую сейчас на них хорошая акция 2 евро стоит вместо 3 евро 69 мне понравились именно мюсли потому что здесь и орешки и ягоды и семечки еще и куркума как-то все это хорошо звучит но есть еще гранола она с протеином вот эта фиолетовая тот случай когда зашел за клубника я вышел с пакетами на 24 евро просто классика ну что у нас уже следующий день и я начинаю собираться на концерт который сегодня будет юрмале в концертном зале дзинтере я посмотрела прогноз прогноз не особо радует потому что обещают дождь и обещают небольшое такое похолодание мне кажется примерно будет 20 градусов и пойдет какой-то момент дождик я надеюсь что я буду не на улице в этот момент в общем я решила надеть выгулить свой кардиган помните я показывала его в покупках кардиган от h&m я его еще ни разу не надевала поэтому я думаю что сегодня как растут случай надену этот кардиган щек и у меня есть бежевые брюки мне кажется по цвету просто идеально брюки такие свободного немножко фасона бежевые с завышенной талии их я покупала кажется в магазине резервт дальше я возьму я думаю светлую сумочку тоже все это отлично сочетается нравится мне эта сумочка именно для каких-то летних мероприятий не часто ее выгуливаю но сегодня мне кажется она прям супер подходит у нее вот такая вот золотая ручка интересной формы будет такой светлый нежный образ главное что мне будет очень комфортно и я точно не замерзну кардиган такую прям плотненькие хорошие из обуви я выбрала вот эти босоножки у них такой устойчивый каблук вроде бы и невысокие вроде бы есть какой-то каблучок подъем очень они такие приятные тачин дэм старый добрый они не кожаны но они очень очень удобные и выглядят красиво по цвету тоже мне кажется идеально да прям супер такой комплект получается ну и конечно на летние аксессуары обязательно выбираю сейчас сережки я думаю что это будут либо вот этим либо я также очень люблю вот такие серьги тоже очень часто их надевал думаю что скорее их я и надену скорее всего я если честно в огромном предвкушении перед концертом во первых это лето это юрмала это концертный зал дзинтери открыт и там такая особая какая-то атмосфера вечером особенно наступает будут там наши звезды будет выступать интерс буссалис и самое главное что будет выступать раймонд пауз практически из-за него я туда и на этот концерт и собралась потому что я обожаю его музыку мне кажется его произведение музыкально одни самых самых красивых вообще которые я слышала из кинофильмов и просто свои какие-то известные мелодии наверняка он будет играть в общем я очень счастлива что у меня будет сегодня возможность послушать раймонд пауз уже 88 лет и мне кажется что как только он садится за рояль для него нет вообще никакого возраста больше не существует существует только его музыка его рояль и я прям очень рада что сегодня услышу его произведения поснимаю попробую поснимать для вас надеюсь что вы не промотаете до конца эту концовку сегодняшнего видео потому что я постараюсь снять для вас выступление хотя бы немножечко выступление раймонда пауза и какие-то красивые его мелодии так что надеюсь вы тоже насладитесь этой музыкой вместе со мной перед концертом еще есть полтора часа поэтому мы сели в ресторан пегаса пил прямо напротив концертного зала показываю вам сейчас наш концертный зал за интере машины подъезжают потихонечку конечно немножко заранее все уже будут собираться быстро поужинаем и пойдем погода подпортилась я была права как видите что дождик и будет прохладно но здесь в ресторане хорошая терраса крыша тут дождик не страшен салат цезарь сегодня выбрала с курицей все еще раз Ну что, дождь, слава богу, закончился, и мы с вами уже на территории концертного зала. Здесь тоже все красиво цветет. Будем сейчас искать место. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!